Приветствую, друзья! Был у меня такой случай давным-давно, много лет назад. У меня был один человек, который обучался методу ключ. Он очень известный тем, что он создавал очень много всяких групп, он там обучал NLP, он учился у самых известных NLP, которые его создали, этот NLP, и так далее, и так далее. И вот он у меня приехал учиться. Потом, через несколько лет, я ему написал записку, потому что он уже и в интернете был такой известный. А я хотел книжку выпустить, и я хотел вместе с ним сделать какую-то программу для всех. И вот он мне написал, ты, говорит, пошагово распиши технологию, которую ты хочешь преподнести. А я как раз-таки был в таком сложном положении, потому что я не хотел как раз-таки пошагово что-то объяснять, потому что вот этот принцип поэтапного обучения шаг за шагом. Ну, представьте себе, вы арбуз целый, целый арбуз разрезали на сегменты, а в каждом сегменте свои закономерности. И как же мне пошагово ему объяснить? А он говорит, я же не могу не пошагово понять алгоритм. Я говорю, слушай, ну метод темы отличается здесь не степ-бай-степ, шаг за шагом, потому что здесь как раз-таки я обучаю людей сразу целое понимать, а потом применять так, как им хочется в любом направлении. Он говорит, я тебя не могу понять. Ты что, не знаешь, что значит пошаговые действия, алгоритм? Ну, сначала говорит А, потом Б, потом В. Я говорю, слушай, ну это старый традиционный принцип обучения, повторение мать-учения, когда по кускам всё разделено. Буква А, потом Б, потом В обучают и забывают, о чём целом разговаривают. Например, в йоге вот обучаются упражнениям, а в конечном счёте и забывают для чего. Ну, для здоровья это понятно. Ну, а в целом-то йога это система духовно-физического самосовершенствования, в конечном счёте, чтобы человек мог достичь самадхи, то есть просветления, в конечном счёте. Но он пока пошагово идёт, так и на забалку да идёт. Ну, вообще для практики, конечно, пошагово хорошо. Сначала дал ему А, потом Б. Но у меня-то метод как раз и заключался в том, чтобы сразу дать вот этот шар, вот этот арбуз, вот это целое, чтобы он понял, как это целое устроено. И потом мог применять в самых разных сегментных направлениях. Таким образом и получалось, что в конечном счёте мы ничего не сделали. Потому что он мыслит так линейно. А я хотел, чтобы не линейно мыслил, не сегментарно, а чтобы как-то изложить её механизм и вместе с ним подумать, как это выразить, добавив к принципу обучения на основе повторения, который основан на принципе подражания. Поэтому он и воспитал всех нас как исполнителей. А по новому принципу, ну, вернее, дополнительному принципу подбора путём перебора, по кратерии максимального соответствия себе, как индивидуальности, найти такое действие, которое тебе синхронно, резонансно, ты сразу выходишь из любого тупикового положения, выходишь на состояние безмятежности, и там видишь всё в целом, всю картину мира в целом, где всё вместе и разом. Ну, это состояние безмятежности, которое у вас бывает по утрам, или когда в момент вы засыпаете, когда все шаблоны отрезаны автоматически. Нет страха, нет комплексов, нет каких мешающих каких-то противоречий, моментов, и ты всё ясно понимаешь. Вот это целостное состояние, когда ты решаешь какой-то вопрос, и ты за какие-то минуты соединяешься с вечностью, с безвремением, в этом состоянии бесконечности. Ну, то, что Абсолютом, наверное, называл Тесла, и то, что обычно люди, может быть, называют кое-кто и Богом, вот это безвремение, бесконечность. Ну, вот это как бы выразить сначала. Я поэтому потом уже прошли годы, я нашёл, как объяснять, что к принципу обучения на основе повторения, повторения мать учения, надо добавить принцип дополнительный подбора путём перебора, который помогает каждому человеку в момент какого-то обучения снять у себя стресс путём подбора действий синхронных к текущему состоянию в моменте, а сняв стресс, видеть картину целиком и быстрее обучаться, потому что там нет комплексов, страхов, шаблонов мышления, нету эго. Ну, таким образом, вы меня поняли, друзья, о чём речь шла. Два принципа. Один на основе подражания, повторения мать учения, а другой принцип подбора путём перебора кручь к себе, чтобы снять все вот эти вот ограничения, выйти на безмятежность, бесконечность и там задуматься о своих проблемах и в этой свободе найти ответ на волнующий вас вопрос. Таким образом, может быть, и получится в конечном счёте, что и он меня услышит и не будет говорить, дай мне алгоритм. Но алгоритм вот теперь есть, но уже другой алгоритм, на другом уровне. Алгоритм, как подобрать это действие себе, синхронное, текущему состоянию, резонансное действие, теперь есть алгоритм. А этот алгоритм мы выдаём на каждом бесплатном ликбезе. Когда вы выходите ко мне в Zoom, например, и задаёте вопрос, я вам быстро объясняю, что надо делать, делай так, делай так, делай так, подбирай, что тебе больше подходит. То, что хочется тебе продолжать. То, что тебе, значит, соответствует. Вот так вот, соединяя два этих принципа, повторение мать учения и принцип подбора путём перебора, мы обучаем обучаться лучше. До встречи, друзья!